Субтитры делал DimaTorzok 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 Казахстану, даже опыт классные и мне надо будет дождаться этих волос нарастить, может коротко, что у тебя с корр сорокой, ну что у меня с сорокой, любовь, созваниваюсь каждый день, вскоре надо думать, да ничего, боже, все, забудьте, я вообще хочу любви, ласки и понимания от другого парня. Но он меня не любит, я опять влюбилась, да я знаю хорошо, но мне типа, это же не мои, это же капсулы, завтра мастера хереет, пока будет снимать, блять, самое большее в жизни ненавижу чистить картошку, вообще ненавижу, но я ее так люблю, как не знаю что. Сейчас сюда ресницы нарастить, а потом мне сказали, что ресницы, они в тренде. Расскажи про нового парня, не знаю у меня нового парня, если он у меня был, вы бы уже давно знали. Хочу парня. Да вот я же думаю снять эти нарощины, не обрезать каре, ну не обрезать, просто чтобы был ухоженный бит и отращивать свои маски, все, потому что наращивать у меня уже заебалось. Очень дорогое удовольствие. Сейчас вот, чтобы коррекцию сделать, нарастить волосы, но к минимуму, к минимуму, кого влюбила. Матки, какой он дурак. Боевой настрой. Да, боевой настрой, мой боевой настрой. Только что с мамой порвалась, из-за того, что она пошла за пивом, я говорю, все, мама, мы не пьем в доме. Я, короче, что-то, что-то у меня в голову пуздикнуло не бухать. Не бухать, и при этом слове у меня зачесался нос. Рыбный жир. Да? Серьезно? Ты хочешь сказать, что если я сниму волос, и буду пить рыбный жир, то у меня начнут... Короче, ребята, я тут такую придумала темку. Ну, прям, ну, не знаю, если бы зашло. Если бы я... Я знаю места, где можно покупать классные вещи. Я здесь даже себе делаю навар. Пускай 50%. Ну, короче, чтобы вещи сделать, короче, такую... А-ля шоурумчик, шмоток. Ну, не своих я буду покупать и улаживать там. До 100 гривен. Да, например, шоурум, все по 5 долларов. И... И такой милый. Мяу-мяу, спасибо большое. И это... Прикольно было бы на стях у Леночки шоурум. Там реально. Только доставку бы сами отплачут. Вообще, было бы круто, если бы приезжали прям суток ко мне. С поду деруны. Я так хотела дерунов. Если бы только знали, я прям уже... Прям сходила суток ко мне. Оля-паразитка звонит, говорит, удали все сторис со мной. Думаю, вот так вот, да. Покажи ногти. Блин, я просто картошку чищу. Ну, короче, такие... Там, вон, амур, амур, амур написано. Блин. С режиком построжи. Да, да, я вот думала. Я вот там, знаете, покупаю такие разные шмотки. Но это не сайты, это стоки. И они, типа, просто понимаете... Вот я, например, в понедельник мы с Олей ходили по магазинам. Ну, вы знаете, что сейчас такая мода, а-ля бомж-стайл, а-ля, не знаю, а-ля 80-е. Блин, я знаю кучу мест, где можно покупать шмотки. Ну, просто смысл у меня этого дерьма очень много. И если покупать и выставлять на продажу, там, за небольшую цену, то можно так сделать домашний шоу-рум в мастях у Леночки. А, типа, удобно поставить, хотите приезжать домой в Киев, мерить, что надо. Ну, я не знаю, почему я. Вот такая вот, да. Оля, не захотела, я не нравилась там. Сказала, что там кучка дураку. В принципе, так она и была. И в этой кучке мы были тоже вкуснее. Да, но я думаю, что было бы очень прикольно. Ну, я очень давно хотела сделать такой шоу-рум. Только не из-за хуёвых тучи бабок. Ну, как вы знаете сами, говорят, заходи в шоу-рум. И там цена, я знаю, сколько. А именно, ну, типа, недорогой. Там можно будет и... Не знаю, можно реально попробовать. Лишнее домашнее дело не помешает. А там, если зайдёт, то... Уже сделать какой-то магазинчик шоу-рум. Всять в аренду, помещаю. Так хочется, понимаете? Не хочется на кого-то работать. Хочется своё дело. Нет, не платили. Идея... Сделать... В костях у Леночки шоу-рум. Всяких шмотах. Только не гебанутые цены. А, знаете, какие-то там в этом городке. Там магазинчик. Ну, не правда, в Китае всё заказывают. То есть, если так реально взять... Так, то... У них там очередь стоит. У них всё разгребают. Так, там такое дерьмо. А если покупать нормальные шмотки... То, в принципе... Это последний раз зерны готовила на Сейжел. Соро. Я их не готовила. С нахуй себе ногти постирать. Да, уехала. Улетела. Зерны буду готовить. Мама пошла за пивом, а я порвалась с ней. Это всё. Никакого в доме пива. Потому что, знаете, это какая-то... Блин, да я вот не знаю про меня. Я бы с радостью кому-то предложила бы эту идею. Потому что вдвоём типа так. Изначально бизнес... Честно вам сказать, бизнес начинать вдвоём, это не выжадно. Потому что потом начинаются какие-то разногласия, там бабки, там аренда. Там делят. Короче. Поскольку у мамы, у дяди, у брата... У всех был бизнес. Здрасте. Да, у неё в Киеве люди. Я... Хорошо. Хозяйство. Когда мне как что-то захочу, то я могу... Всё. Я, кстати, всё умею готовить. У меня даже на доме два. Все-всегда что-то там... Жрали всё, что им давали. А я готовила всегда. Это моя стихия. Повезёт какому-то мужику, да? И долбанутая, и хозяйственная. Короче. Я вот... Выспалась наконец. Столковые такие были, длинные. Что я поднимала от этого... Протез шоу. Название. Блин, а ты сможешь мне скинуть вместе? Я хочу посмотреть ценовую политику. Просто понимаете, я... А, сейчас я сяду. Если делать... Короче, не могу спить. Если делать шоурум, Шоурум... То я не хочу делать за ебанутые цены. Типа я хочу делать так, чтобы эти шмотки были... Адекватная ценовая политика для всей молодёжи. Потому что сейчас заходишь в любые магазины, начинаю там... С Теранова, даже берём Нью-Вэй, Нью-Йорк... Всё одинаково, всё, блядь... Всё ходят, как инкубаторы. В шоурумы заходишь... Такое качество хуёвое. И при этом тоже ценовая... Ценовая... Это же хорошо. Мама сказала, что когда я просто была блондинкой, что я выглядела под тридцатку. Отчего я офигела. Представляете? Мама реально сказала, что я выглядела под тридцатку с белым цветом и с макияжем. Так что, короче... Иногда... Чёлочка... И это... Хорошо же... Узведите моложе свой цвет, правильно? Давайте поиграем в какую-то игру. Мне это интересно. Давайте каждый напишет своё имя. И мы так немного познакомимся. Всё. Ой... Спасибо, Мураток. Мне тоже выходные не продали. Нет. Не обязательно. Очень важно для девушек смелых. То есть, я не знаю... Я себе... Я себе высплюсь. Я вам серьёзно говорю. Это всё. Я смотрю, мне кажется, что у меня мардашка сразу... Когда я высыпаю... Кребёнок... Клинок на море не хочешь? Ой... Честно, я вот прожила на океане... 110 дней. Пока что нет. Хочу уже быстрее летний сезон. Хочу в Одессу. Вот. Блин. Там в году была классная. Помню. Поехала Коля. Познакомилась с Даней. Там. Который... Козёл трубку не берёт. Классный парень был. Ну, уплыл. Да. Это часы. Только их надо зарядить. А сколько ты сегодня проснулась? В... Двенадцатом, верно, да. Да. Мне... Мне надо... Меньше. Надо в Чернигов съездить. Во-первых, в кошку забрать свою айзу. Если вы знаете, мою идиотку. Неадекватную. А во-вторых... Короче, я же хотела на ветеринары поступать. Потому что так что я прозевала здесь ЗНО. Поэтому мне надо съездить в колледж, забрать моё второе диплом. И подать ещё на вышку. Так что мне надо всё равно в любом случае это делать. Сороку вспоминаешь... Да, иногда вспоминаю, когда заходит прямой эфир. Смотрю на него и думаю, насколько он самый влюблённый. Насколько он играет на камеру. И насколько он... Не знаю... Какой-то стал чересчур. Знаете, что такое бывает? Не знаю, вы что знаете. Вот когда я была с Артёмом, он действительно был очень хороший. Такой ласковый, добрый. Не пафосный, не наигранный. Сейчас я смотрю на него сторис, на его прямой эфир. Я просто понимаю, что тогда я была влюблена в иного человека. А сейчас это просто у человека звёздная болезнь. Ай, на подачу за ИНО. За ИНО надо было подать до 28 числа. Какое число? Какое число о Пасках? Кто знает? Нет, есть эфир. Там утром Кадони заходит, говорит, у них участница проекта и всё. Потому что мы утром сильно с руководством поругались, точнее с Ермаковой. Как поругались? Я просто сказала, почему они мне не дают зарплату и почему меня домой не отпускают на выходные. Двадцать. Они не пятнадцатого? Надо что-то планировать на Пасху. А эти, господи, ограбки, вы не знаете, когда после Пасхи идут? Папе на кладбище надо съездить. Блин, я бы показала, но как-то не сильно у меня сейчас, блин. Кстати, раньше у меня была, знаете, какая привычка? Я готовила всегда, чтобы покушать и всё. Ну, на раз. Короче, у меня есть такая тенденция. Я покупаю продукты только на вечер. Готовлю кушать и всё. То есть я не люблю, когда в холодильнике лежит еда. Уж когда... Крестики у тебя есть. Крёстники. Пасху с центром. Кстати, в этом... Я вообще хочу себе ввести его привычку. Пасху петь сама. Я очень хочу... У меня же дача есть. Начать себя приучать, ездить на дачу. Короче, в общем, закрывать все вот эти байду компотики. Всякие... Ну, короче, всякую ерунду, которую когда-то мы делали. Когда папа был... У нас, типа, был мёд домашний. Ну, короче, всё было домашнее. Потом папу, когда не стало, то... О, недавно пересматривала эфир. Боже, господи, какая же я была ныточка и истеричка. Плакала постоянно. Может, надо было так быть влюбленной, чтобы так рыдать за мужиком. Сейчас я понимаю, как позорюсь. Чтобы плакать за мужиком. Молодой, красивой девки. Во. Мне 23 исполнилось. Крёстный камень. Очень бы хотелось стать крёстной. Действительно, уже хочется... Какая-то подружка замуж вышла. Наконец-то. Что бы кто-то... Не, я могла быть, потому что там... Жена, когда родила, меня свидетельницы приглашали. Ну, как всегда. Моя, короче, проблема по жизни. Знаете, какой мой самый большой минус? Самый мой минус? Мне просто... Испортил мне всю жизнь. Это гульня и алкоголь. У меня нет стоп-крана, когда я гуляю. То есть, если я еду гулять там с Оксаной, или с... Да вообще еду гулять, но в большинство случаев я гуляю с Оксаной. То, если я выпиваю, я не могу остановиться. Ну, типа не то, что остановиться, короче, я ухожу в загул. И вот, и я когда выпившая, я говорю, такую дичь. Эта дичь очень сильно отталкивает людей. Поэтому... Ай, надо алкоголь. И сваривать. И здесь сваривать. И... Давай в прямом будешь включить компот, а вот ты... Тогда... Сорока, наверное, все еще смотрит, как ты за ним. Ой, боже. Ой, как вам сказать? Если честно... Вот я, с одной стороны... Мне стыдно, что я поехала за ним в Гродно. А с другой стороны, я реально побыла тогда в Минске, в Гродно и в мостах и увидела всех своих родных. Я увидела брата, сестру, брата, сестру, двоих племянников, дядю, тетю, новую жену дядю. Ну, короче, если бы не Сорока, я бы не по хер доехала. А сейчас я очень круто общаюсь, они меня с этим в гости приглашают. Поеду. Как-то в Белоруссию. Сорока, концерты давайте, поеду. Поведу. Блин, знаете что, у меня дома соль закончилась. Жесть, жесть. Жесть. Штучка упала. Хлена, хозяйка. Ну, я не стыжусь, просто все так осуждают меня, что я поехала за мужиком в другую страну. Ну, я действительно, не знаю, я так просто хотелось его увидеть хотя бы на секундочку. Но видите, как вышло, что он был с другой бабой и я оказалась у разбитого корыта. Да, Пашок. Что ты делаешь? Ужесть такая. Они такие. Звони маме, она же в магазине. Да. Я хочу тебя видеть в Турции. Ох, я с ними не общаюсь, с соседями. После. У меня злые люди почему-то. Не знаю почему, но какие-то они злые. А у вас такое было, чтобы вы ехали за мужчиной в другую страну? Интересно. Ну, или мужчины. Кто-то ехал. Кулинарный канал. Самые вкусные деруны от Ленч. Я хочу видеть... Да. Я, кстати, не раз ездила. Я уже ездила за Дуну, с вами первая, которая модель была. И... Взлала на руку. О! Я вспомнила. Вот здесь. Так что... Это прикольно. Обычно вспомните. Обидно знаете, о чём обидно? Самое большее. Ну, вот я вам, честно, от искреннего сердца говорю. То, что... Человеку я сколько писала, звонила. Да боже, просто общайся. Типа, я так не люблю. Ты человеком засыпал, просыпался. Говорил, что любишь там, что ты не замуж собирался. Типа, блин. Когда с бывшими остаются... Ну, короче... Привет. Я очень люблю специи. Нет, это, кстати, не специи. Это... Чёрный перец и красный. Не знаю почему. Ну, как это сказать. Наверное, очень люблю. Короче, это... Сейчас будут вкусняшки. Дирунчики. Я понял. Я сразу вспомнила Дируны. Короче, на Сейшелах был... Мальчишник. И поехала туда Шабарин. Чита Черкасов. Сорока. И Дима, который ко мне приехал. Они приезжают пьянющие в хлам. Потому что Шабарин вечно на своей бабке продолжал бухать. Мы когда-то были на Сейшелах. И Шабарин проплатил ябл. Алиану. Сорок. Я не знаю сколько бабла. Типа, чтобы мы ещё бухали и висели. Короче... Я наготовила Дирунов. И они все пристали к ним. Ай, Сорок говорит, отойдите. Буду в духовке. Нюс. Это кто такой с Киерой? Кто такая Киер? Непонятно. Блин, будет вкусненько. Сейчас ещё знаете, что я сделаю в этом? Вот эти... Вот. У меня есть сухарика. Вот. И она будет вообще чётенько. Вы выполнили, чтобы они как эти хрустяшки хрустели? Вот она такая прям... Короче, как вам идея с этим, боже бля? Что узнаем? Что узнаем? Можешь попробовать? Сегодня залипнуть, создать страничку. Такие красивые розы подарили Оле, но они сдохли. Мне вот, по-другому, кто цветов не дарил. Даже, надеюсь, друзей не будет. Алло! Это... Судьба. Прямо знаете, что он доминицкого рода. Чем занимаешься? А кто ей подарил? Подарил... Тот, кто когда-то за мной ухаживал, встал за ней, ухаживал. Познакомый наш общий. Втюхался на неё. Общий. Блядь, пиздец. Тот. Короче, вкусно. Танцуй, танцуй, танцуй. Никого никогда не делала. Вот это будет правный вариант. Так, ты хорошая, не глупая девушка. Не позволяй себя обижать всегда. Ой, боже, это моя проблема идёт. Я... Вам серьёзно говорю. Я не умею людям отказывать. Я не умею давать сдачу. Ну, в плане... Меня там оскорбят, унизят. Я не умею... То есть, меня человек может побить. Это реально вам говорю. У меня было что-то в школе били там это. Я всё равно прощу. Скоро раз на доме, когда меня оскорбляли. Там они живут. Да, почему здесь дом 2? Это вообще по жизни. С многими людьми как. Ну, не знаю. Может, это моя особенность быть доброй. Может, и плохо. Ну, как говорится, что же. Добротан спасёт мир. Добротан с красотой. Спасёт вообще весь мир. А, у тебя есть весь мир. А, узел отбел. У тебя есть весь мир. У тебя есть весь мир. Так. Теперь нам надо сделать... Так, работа. Мама приезжает, но сейчас мама устроилась... Уволилась. Если... Да. Шаля, она может попробовать. А вдруг реально зайдёт? Пару каких-то этих... Шмоточек. А вдруг реально зайдёт и... И тут такая Ленка станет просто. Миллионер. Да, блин. Кстати, вы знаете, я поняла одну фразу. Всегда была проблема в том, что я гналась за деньгами. А сейчас я поняла, что если у меня есть покушать... Крыша над головой. Точнее, квартира оплачена. Есть что одеть. И я не больная. И мои родственники все здоровы. То... Ай, блядь, 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 блядь. То... Значит, я счастливый человек. Понимаете? Или нет? Короче, раньше мне надо было для счастья. Волосы, какая-то пицца. Какая-то непонятная... Какая-то херня. Сейчас я понимаю, что у меня дома есть картошечка, хлеб. Крыша над головой. Вот как я услышала фразу. Если у тебя есть хлеб в доме, значит у тебя не все так плохо. Хорошо. Задумайтесь. А вообще, вот знаете, мне очень нравятся шпаки. Знаете шпака? Так, тебе нравится песня Буза. Я тоже пробовала, никто не помогал. Пойми одну в жизни. Ты никому нафиг не нужна. Как бы это ни звучало грубо. Ты нужна только своей маме, не знаю, папе. И то мы родителям не всегда нужны. Ты нужна только... Никто кроме самой тебя в этой жизни тебе не поможет. Потому что, увы, жизнь такая штука, что... Есть в кармане пачка, значит... Да-да. У меня не работа, еще работа. Хочу... Сегодня пришла мне мысль устроиться ведущей в караоке. Я работала ведущей. Если все будет хорошо, то мой знакомый договорится, то мы с ним парик хотели бы работать, чтобы он не одежел, он этим подтянул. А потом в дальнейшем стать ведущей всяких мероприятий. И котлеты, драники. Это точно. О, наконец-то ты говоришь правильные вещи. О, это да. Госпес, честно вам сказать, я не выдержу. Мои. Ай, господи! Я оставлю снимать. Знаете, это очень смешно. Я когда пересматриваю... Ты когда пересматриваю... Я очень смешная сбоку. Очень просто. Я какая-то... Не важно, но важно то, что я очень свежая. Жесть. Блядь, мамы в магазин отправляют зачем? Какие-то... Да, хуйник, как обычно говорит, каждый день разные вещи. Да, Саша. Да, в общем, спасибо большое. Ленчик, переживай, перезагрузка. Ой. Да, мне кажется, что... Блин, это жесть. У меня реально... Был такой период жизни конченый. Что, блядь, все отвернулись. Я жить не хотела, плакала. Еще влюбиться в этого дурака. А, ща, плядь, смотри, она... Как я вообще пережила этот пиздец. Жизнь. Надо было январь, февраль, март... Пробыть в хуй знает каком состоянии. Довести себя хер знает до чего. Чтобы наконец-то прийти к... К вот этому состоянию... К состоянию охленности. Знаете, когда вообще тебе классно, тебе пофиг на всех, на все. Ну... И просто вот я сегодня сижу... Солик в парке, она так что нервничает, что быть. А я сижу, пью кофе, смотрю... На солнышко. Думаю, как же офигенно, что светит солнышко. Короче. Осталось найти классного парня еще бы. Ой, готовлю деруны. Где мама потерялась? Ой, я не знаю. Ну, лично какой-то уходит, лично теряется. Мама это... Мама такая мама у меня. Я хочу пиво. Пошла и потерялась. Нет никакого пива. Нет, блядь. Поперлась. Короче. Мы сделаем потом сторис прекрасное, дерунов. Уже сейчас я отключаюсь, потому что уже меловенькая, потому что у меня это... Приветик. Привет, Андрей. У Ленки рука грязная. Пока ждет. Не было. Не, может просто не было, потому что я ее перебил. Я ее перебил, я ее перебил. Как он называется. Я когда что-то готовлю, мне кажется, что я какая-то с фильма сваты. О, вы видели? 19-го числа будет на Олимпийском дебаты. Дебаты. Вы знаете, что такое дебаты? Еще не знаю. Хорошо. Мои деруны не все равно. Печалька. О, знаете, какой мне нравится чей блог? Вот. У меня не такая пиздатая хата, как у шабарина. Короче, мне нравится блог розы. Покажи, что получилось. Вот. Вот. Ну, мне нравится. Сейчас все очень вкусно сказать. Да, конечно. Просто, представьте, есть жареная картошка. А это еще картошка натертая и жареная. Моя больная тема – это картошка. Я могу ее есть? Во всех вариантах. Что я? Ммм. Эти жла не разные. Ну, вообще вкусно вышло, только знаете, что? Я, когда свешила, готовила, муку не добавляла. И было офигенно. А сейчас я добавила муку, и она вышла немножко. Спасибо. Ну, короче, смысл о том, что я готовила вас решила такие же, только для этой муки. И было очень вкусно. Вот так выходит, мука перебивает вкус картошки. Видно? Видно? Короче, вы не... В следующий раз. Короче, когда я готовить, я верну. Это я сегодня послушала свою мастершу по ногтям. Мама сказала, да, добавь туда муки. Но я муку, в принципе, не добавляю. Теперь, блядь, вышла какая-то жубская байда. Короче, знаете, как вот он... Как моя тётя прикалывалась. И дать данище. Чтобы желудок выбить. И всё. Блин, я помню, когда-то я готовила домашние пельмени, вареники. И вообще, короче, у меня тогда я в отношениях синдром мамочки. Ну, вообще, я, в принципе, хорошая девочка. Только когда не гуляю, не пью. И ещё... Я... Сегодня... Очень была рада... Что... Ну, обычная эта... Тёрка. Что... Я одела сегодня джинсы, ну, с ремонта задала свои джинсы. Короче... У меня они сидят просто идеально на жопе. И я поняла... Что я уже откушалась. И что мама там приступает скачать жопой песик. И возвращаться в пип. А-ля... Тёлочки прикольные. Я тут так люблю, я помешану, когда идёшь весной или в шортиках. Да. Да. А если паску? Конечно. Да, короче, делайте деруны без луки. Потому что действительно... Там серьёзно было. Оно... Невкусно. Да. Так вот, знаете, иногда, когда вообще пельмени готовят... Мясо включало немного с хлебом. И молния тогда. Таких отлет. Вот как я бургеры готовила. Не помню. Капуниц, перефирные. Короче. Ничего бы я просто понравилась. Ну ладно, делаю на это вот. Покажу. Остану вот там соком. Но мне интересно, только у меня постоянно открыто окно вот так вот. Или вообще? Я ненавижу, когда у меня закрыто окно. Всё. Осталось чуть-чуть. И можно кушать. Ммм. 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 Что больше всего любишь готовить? Больше всего обожаю готовить пиццу. Очень люблю то, как на дрожжевом. Ой, на дрожжевом. Ну, вот это тесто, которое продаётся жестково. Я это люблю очень сильно. Четыре сезона делать. Я обожаю картошку с крылышками. А то ведь... Давай, арутуль по квартире. Да, пусть у меня квартира. Самая. А шо, вы что-то не видели мою квартиру? Короче, а мне тоже жалуют. Ребята, как вы думаете, я буду хорошей девушкой? Вот что во мне не так, что не нравится? Блин, я весёлая, добрая, хозяйственная. Самостоятельная. Блин. Денег не требует. Вообще, в отношениях никогда денег не требует. Даже на какой-то сраный маникюр. Чего, блядь, все мне мужики боятся. А, диван. Это легенда. Знаете, этот диван это как... Кто смотрел Букиных? Дерун и готовлю. Кто смотрел Букиных? Смотрел ли кто-то Букиных? Помните, Даша? Ну, Рыжая, которая работает. Я просто сидела, я давно смотрела на диване. И когда диван продали, она его везде искала и была истерика. Вот Лена это просто. Мой диван это просто легенда. Я, чтобы вы понимали, в пятницу снула в 4... Ой, в понедельник в 4 ночи. А проснулась, блядь, долбаная мука, испортила все мои девушки. Вкусники. Никогда. Все, последнюю партию и и хватит. Вернул. Рустам, друг, говорит. Занесешь меня? Ну, обязательно. Кому еще один ромок? Занески. Ха-ха-ха. Жду. Знаете, момент, когда будет... Тартапанчик. Домашний, который вкусный. И этот. Абулочки, помидорчики. Тартапанчик. Сейчас она еще такая приторная, конченная. Все, ура. Я это сделала. Видите? За что я люблю прямой эфир? За то, что ты заходишь, с вами общаешься. Плюс, короче, красивый народ. С вами общаешься. Ну, быстро. Видите, картошку почистила. Она целевая деревня. Она укрепла. Ну, сколько помню. Все, да. Такая классная вещь. Блин, ребята. Как лобить обратно подписчикам? Вот здесь. Обидно, что я так лоханулась. Вот здесь. Ну, да. Со своей стороны. Ну, реально. Туда, блядь. 23 тысячи подписчиков своих. Два года собирала. Ну, ладно. Ну, там два дофейка опять. Ну, фон. Как вернуть? Какие видео снимать? Блин, блядь. Шовечки, мать. Хуй узнать. Ну, да. Вот такие вышли. Еще зелени добавлю. Этого добавлю. Вот это вообще сказка. Игуда просто... Пушка торпеда. Блин, что я так, короче, всего хочу. Меня разгражает все это. Поеду в село, выйду замуж за свое первое кохание. Буду жить, не дужить. Ты давай по поводу вещей настрой не меняй. Да, вот, короче, я поняла, откуда у меня такая фиша поет? А. А, я не буду. Ну то вы... Семена у меня девочка. по 200 там по 150 гривен они разрезались буквально за полчаса и не скажу что там вещь и просто нас потом через три дня открыла шоу и сотрю каждый день она в сторис там поставки по всей украине я думаю да не столько что мы так красивые жизни ну то есть очень такая задрошенная разные вещи я делаю потому что когда не то что ты блогер но когда всегда в сторисе снимаешься в эту борьбу я помню я пыталась джинсы чтобы вы понимали все эти ремонты задали три раза я делала и мы начали в директ писать ебать как можно носить ту же самую шмотку типа вот это жесть какая да я уже хочу быстрее чтобы у меня что-то получилось и я зашла в сторис или прямой эфир и сказала блин ребята я типа четкая подруга вы не зря в меня верили вот реально я уже мечтаю об этом я не то что хвостунья ну что блять типа в сериалы снималась не вышла в кино снялась вот летс дэнс вышла стать и я там снималась ну и си работала там стилала там на доме два хуй его знает не по холостякам подала заявочку да да нужно холостяковый ну тоже холостяк блять это одно место холостяк холостяк нужно мотивация мотивация мотивашка моя мотивашка это короче я фанатею от Насте Явлеевой знаете такую подругу и в общем я очень хочу стать как она но в Эльзидэнс был сэнд давно просто его только выпустили было так круто а че я вам не рассказала я вам рассказывала это или нет что я снялась в фильме то мало моего эпизода но все равно мелочь но приятненько блять соли много вот короче так было классно сидела с устрофи на театре вы углубаете шоу? не автора театра так крупняком там четыре было сцены блять я чувствовала такую гордость за себя вот это уровень вот так все мое любимое буду прощаться с вами спасибо спасибо что были со мной пока я готовила вот такие вот где ручки видите вот эти ручки и спасибо что вы меня воспринимаете вот такой простой что мне не надо делать из себя хер знает кого вы поняли какой-то мистопизду что я могу быть с вами просто настоящий вот такой домашней эльминочкой и в общем все буду прощаться и буду кушать вкусно ну вот это у тебя динуны без муки очень советую и будет вообще далее все пока хороший вечер вам всем